Всем привет! С вами Евгений Соловьев. Сегодня мы поговорим про корок фейслифт. Мы как привыкли? Мы привыкли, что проходит европейская какая-то презентация модели, потом проходит у нас российская презентация модели, то мы долго-долго ждем, потом модель начинает у нас собираться. Так вот, с короком фейслифт все совсем-совсем не так. Не успела пройти европейская презентация, российская еще даже не пахнет, а мы уже знаем, что начнут собирать его с 12-й календарной недели. То есть все короки, которые будут выпускать завод с 21 марта 2022 года, уже будут фейслифт. По крайней мере, так запланировано, как будет, посмотрим. Мы знаем прекрасно, какие сейчас бывают всякие разные нюансы и заминки. Тем не менее, давайте поговорим, что на сегодняшний момент известно про корок фейслифт, какие будут особенности, нюансы. И я вам в конце отвечу на вопрос, что делать, если ваш корок вот-вот должны собрать, а с 12-й недели идет фейслифт, и вроде как уже хочется фейслифт. Но пока что давайте сосредоточимся на нюансах. Итак, самое первое двигатели. У нас также три комплектации Active, Ambition и Style. В Active у нас будет только 1.6 мотор, либо на ручке, либо с автоматом шестиступенчатым и, соответственно, с передним приводом. В Ambition эти же вариации, плюс 1.4 TSI, турбированный двигатель, соответственно, с автоматом восьмиступенчатым, если у нас привод передний и DQ-381, семиступенчатый DQ-381 в случае полного привода. Ну и Style, соответственно, только моторы 1.4 TSI и только на DSG в случае полного привода, да, на той же самой DQ-381 семиступенчатый и в случае переднего привода с автоматом восьмиступенчатым Aisin. То есть здесь, в принципе, у нас все сохранилось так же, как было. В начальных комплектациях в базе у нас все так же идет Swing и в Style у нас идет Balero беспроводным Apple CarPlay. Судя по всему, история с приборной панелью ровно такая же, как в остальных автомобилях марки. Пока что сейчас на старте производства будет доступна аналоговая приборная панель, насколько я понимаю, только с цветным оксидотом, что очень здорово, да, особенно для тех, кто покупает Active, поэтому поспешите. Но скорее всего в самом-самом ближайшем будущем эту приборную панель уберут и заменят на самую простую электронно-цифровую. И радоваться здесь нечему, потому что она маленькая и на нее два колодца уже одновременно не вывести. Выводится только какой-то информация в виде одного колодца. То есть, ну, на мой взгляд, это неудобно, не здорово. Вживую я такую панель видел только еще на Volkswagen, на Skoda еще пока не видел, но только на фотографиях. Ну, могу сказать, что там все ровно то же самое. А полноценная 10-дюймовая, 10,5-дюймовая приборная панель электронно-цифровая будет доступна только как опция. В Ambition теперь по умолчанию нас уберут очечник, его не будет и можно будет его купить как опцию, точно так же, как и в Active за полторы тысячи рублей. Теперь во всех комплектациях у нас светодиодные фары. Ну, и по аналогии с другими моделями концерна, они, скорее всего, будут рефлекторные. А это, честно говоря, на мой взгляд, не очень-то и хорошо. Если помните, я тестировал свет на таких фарах на Skoda Rapid и, честно сказать, получается такая история, что так как он неадаптивный, фары сами не поднимаются, не опускаются, в зависимости от скорости, от разных условий, сами там не подсвечивают дополнительно обочину, но при этом они очень яркие. И поэтому глаза начинают видеть то, что находится внутри 15-го очень хорошо, а то, что за ним видят очень-очень плохо. И поэтому там может прятаться все, что угодно, человек может неожиданно появиться и так далее, и так далее. В этом плане галогенный свет, конечно, был безопаснее. Поэтому я всем крайне рекомендую докупать матричные фары. Теперь они доступны. На коройке стоят примерно 80 тысяч рублей, но поверьте, оно того стоит. Это безопасность, это комфорт. Это не только то, что будет там при включенном дальнем свете у вас вырезаться встречные машины или попутные, да, но это еще и подсвеченная обочина, и автоматическое поднятие пучка. В общем, ребята, оно того реально стоит. Ну и теперь у нас во всех комплектациях, включая Active, будут противотуманные фары. Причем, скорее всего, с матричным светом по аналогии с Kodiakom Facelift. У нас сам матричный свет будет двухэтажный, и противотуманные фары будут как часть системы. А при рефлекторном свете у нас как раз-таки противотуманные фары будут полноценные. Интересно, да, Volkswagen отказался полностью от противотуманных фар, теперь только всепогодный свет в блок-фаре, а вот у Skoda, пожалуйста, такая возможность теперь есть везде. Ну, круто же, я считаю, что круто. Задние фонари, LED и с динамическим указателем поворотов, и в Ambition, и в Style. Только в Active будут обычные. Скорее всего, они также будут LED, но сейчас с уверенностью вам сказать пока что не могу. Но, скорее всего, по аналогии с Kodiak, отличие будет только в указателе поворотов. А знаете ли вы, что в мобильном приложении Yulsan, интернет-магазин продажи запчастей, входящих в топ-5 по России, есть возможность продать собственные запчасти, которые вам не пригодились. То есть вы можете купить запчасти у других пользователей магазина, а также продать собственные. Но главное, что я хочу сказать, что Yulsan – это франшиза. И на сайте partner.yulsan.ru вы можете ознакомиться с ее условиями. И если вы интересуетесь отзывами владельцев таких франшиз, то у Yulsan есть свой YouTube-канал, ссылочка на который, конечно же, будет в описании. И там вы можете посмотреть реальные отзывы реальных людей, которые уже вошли в эту франшизу и работают, зарабатывают деньги. Все ссылочки в описании. Немножечко печалики. Полупроводники, как вы знаете, их там недостаточность, их отсутствие. И поэтому пока что недоступен контроль слепых зон. Хотя, на мой взгляд, функция очень крутая, очень нужная, но пока что ее не заказать. И точно так же пока что не заказать Kenton. Ну, без Kenton, казалось бы, я думаю, что мы обойтись можем. Зато, зато, в отличие от Rapido, у нас доступен Front Assist, поэтому автомобиль, по крайней мере, в случае чего сам будет за вас останавливаться. Радостная новость для тех, кто сзади постоянно возит кого-то, например, детишек. Теперь доступен трехзонный климат-контроль, причем за какие-то деньги а-ля 17 тысяч рублей. Если вы ездите один, преимущественно, либо там с девушкой, супругой и так далее, то вам, конечно, такая опция не нужна. Но если у вас сзади все время есть дети, выставить им отдельную температуру для того, чтобы им там было, например, потеплее, всего за 17 тысяч рублей, мне кажется, возможность супер. Особенно учитывая, что автомобиль вы берете, скорее всего, минимум на три года, а в текущих реалиях может быть на все 6-7. Зато в Active теперь будет не поставить противоугонную сигнализацию, потому что противоугонная сигнализация будет доступна только в составе пакета кейси, то есть без ключевого доступа в комплектациях Ambition и Style. Нововведение. Теперь чуть больше, чем за 18 тысяч рублей, вы можете поставить себе беспроводную зарядку. Вы скажете, Женя, блин, нафига нужна за 18 тысяч? А я так скажу, я буквально вчера смотрел себе домой беспроводную зарядку, ну правда на которой не только смартфон можно, ну еще там часы положить, там еще что-то. И стоит она не дешевле, я вам скажу, по крайней мере, хорошая, симпатичная. Из хороших новостей. Во-первых, у нас новый цвет Energetic Orange, который доступен также сейчас на Octavia, на Kodiaki Facelift. Ну и самое главное, что корок любого цвета, доплатив буквально там 15 тысяч рублей, вы можете купить с черной крышей уже с завода. То есть вам не надо никакие пленки тянуть, ничего делать, прямо с завода купили. Ну мне кажется, это то, что Skoda может быть немножко сейчас за последнее время как-то подрастеряла. Помните все эти Fabii, которые гоняли с разными там крышами? Ну супер было. И вот сейчас на короке Skoda немножечко нагоняет. Еще бы дали красный цвет, я думаю, вообще просто. По крайней мере, женская аудитория точно была бы в восторге. Ну и всякие разные другие товарищи, которые любят выделяться на дороге, я думаю, тоже были бы очень-очень рады. Я вам обещал подсказать, что делать, если вы ждете автомобиль, да, вот как писала девушка в комментариях, что на восьмой неделе должен собрать корок, а с 12 вроде как вообще месяц подождать и уже идет корок фейслифт. Что делать? Ну, естественно, если вам ее соберут на восьмой неделе, естественно, он будет до фейслифта. Но вы поймите, что корок фейслифт это другая машина, отдаленная, скорее всего, еще на 6-10, а то и 12 месяцев, да, то есть сколько его ждать. А эта машина, ее вот-вот соберут, и вы ее заберете. Понятно, что корок фейслифт подорожает, пока не понятно, насколько, скорее всего, не очень существенно, но подорожает. Плюс пока вы ждете, скорее всего, он еще подорожает. То есть это совершенно другой автомобиль, в другой реальности, в другом времени. Поэтому если у вас заказан обычный корок, его вот-вот должны собрать, да радуйтесь, забирайте в эту машину и радуйтесь. Сейчас ценность машины, ценность автомобиля, тем более нового, очень-очень высокая. Поэтому не забивайте себе голову и не думайте об упущенной выгоде. Ее здесь нет. Ну, надеюсь, этот выпуск был интересен, полезен. С вами был Евгений Соловьев. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok